Север республики Молдова, село Черепково. Тихо в нищете заканчивается жизнь ударницы соцтруда Марии Кожикайзе. Она больная. Она не знает, что говорит, куда идет. Видите, как она делает? 94. Скоро будет. От нее ни на минуту не отходит ее дочь Люба, бывшая сборщица винограда, а теперь пенсионинка. Я тоже инвалид второй группы. Бабушка вот сидит больной. 500 лей получаю. Я лекарства не могу себе купить. Их совместной пенсии хватает лишь на ящик дров и оплату электричества. Коза Нюрка, десяток кур и две утки. Это то хозяйство, которое помогает семье Кожикай выживать. Пускай мне стреляют, но все я скажу правильно. Я бы пошла куда-нибудь везде, чтобы показать, как Молдова живет. Но о том, как живет Молдова, всему миру рассказывает Нюрка Кожикай. Хотел бы пригласить на сцену Юрия Лянке, премьер-министра Республики Молдова. Тогда на саммите в Вильнюсе премьер-министр Юрий Лянке был очень похож на еврофункционер. Лидеры Европы старались держаться с ним на равном, и он не ударил лицом в грязь. Молдова парафировала соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Здравствуй, парень, да мой хороший, мой родной. Сейчас мы присутствуем при историческом моменте. Это также европейская сторона, которая хочет жить под одним и тем же небом и принадлежать к одной европейской семье. После этого на улице Кишинева вышли толпы людей. Они протестовали не только против такого выбора вектора молдавской политики, а еще потому, что власти поступили с ними совсем не по-европейски. Правительственные чиновники, подписавшие документы в Вильнюсе, совершили акт против собственного народа по той простой причине, что они мандата на подписание этих документов не имели. Не имели его ни от парламента, не имели его ни от народа. Депутат Питков из оппозиционных коммунистов. Не любит рассказывать, как его партия 4 года назад уступила власть в парламенте Альянсу за проевропейскую интеграцию. С тех пор в Молдавии управляли только проевропейские политики и, судя по отчетам Евросоюза, в республику потекли миллиарды евро. Нам нужно дополнительно европейских денег, примерно 60 миллионов евро ежегодно. Договору с ЕС еще предстоит пройти ратификацию, но молдавский министр сельского хозяйства Василий Бумаков уже считает деньги. И только после третьего раза отвечает он на наш вопрос об уже освоенных еврогрантах. Вы извините, что я вас перебиваю, но, по-моему, мне кажется, вы не отвечаете на мой вопрос. Я все-таки более сумму хочу узнать. Сумму? Потому что у вас была вложена. Это примерно 14 миллионов. Мы построили в сельской местности и дороги, и водопроводы, и холодильники, и все, что хотите для развития инфраструктуры на селе. Министр сельского хозяйства Молдовы долго рассказывал нам о инновациях и многомиллиардных инвестициях в аграрный сектор экономики современной Молдовы. Рассказывал так аппетитно и сладко, что мы решили сами проехаться в современное молдавское село и посмотреть на этот аграрный рай. Бессарабские долины, залитые солнцем. Километры виноградников, вдруг неожиданно сменяющихся кладбищем. От ям и колдобин на дорогах стонут рессоры нашего автомобиля. Так мы и оказались в гостях у семи Кожекай в селе Черепково. А вы знаете, что Европа выделяет миллиарды евро в Молдову? Знаем, знаем, а кто будет назад вернуть эти деньги? Кто? Наши дети и внуки. Деньги даются, говорят, что вот получают, а никто ничего не строит, ничего не делает. Не знаю, как будет, что будет. Но очень тяжело. Люба ведет нас по поселку. Брошенные полуразрушенные домики, пустынные улицы. Ни новых дорог, ни холодильников, а вместо водопроводов все те же старые колодцы. Недавно здесь покончила с собой соседка Люба. Потому что деньги она не получала, кушать не было, ничего, и она выбросилась в колодец. Колхоз, в котором трудились они с мамой и мужем, купил зажиточный фермер. И работа в их селе стала еще меньше. Черепковская молодежь разъехалась на заработки в Россию и Европу. Раз в два дня Любовь навещает свою больную подругу Юлю. У женщины отнялись ноги, и она уже год не выходит из дома. А дети где? Одна в Италии живет, и больше один сын в Франции. И дети не присылают деньги, да, из Италии, из Франции? Все, ничего, не бросили. Добрый день, ребята. Не в Торино, это машина. А где, который приезжает из Торино? Не знаете? О, мизерикорде. Стихийный автовокзал у заброшенного цирка Кишинева. Лавируя между сумками, Тамара ищет нужные автобусы из Италии. Оттуда можно все, чтобы она отправила маме? Все. Электротовары, все, все, все. И ничего не должна платить, все идет как по пути. Сколько стоит отправить килограмм оттуда? Оттуда? Да. Вот вы спросите, Старина, сколько? Есть города, которые по евро, полтора евро, которые по евро. А, полтора евро и евро, да? Да. Понятно. Сюда, как и во времена дефицита, из Европы везут еду, вещи, бытовую технику. Десятки автобусов забиты до отказа. Матерям, детям привозят продукты. И тут бедные молдаване приходят, забирают коробки с теми макаронами, с теми конфетами, с теми подарками от мам, что работают годами в Европе. Для Тамары это больная тема. Она сама проработала в Италии пять лет. За гроши ухаживала за больными стариками. Теперь судьбу Тамары повторяет ее дочь. Это были такие мучительные годы. Самые мучительные годы моей жизни. Я не выходила с этого дома. Они на собаку тратили в день три евро на еду. На меня даже полтора им не хватало. На другом конце Кишнева отправляется поезд на Москву. До свободных мест нет. Саша провожает друзей на заработки туда, откуда только сам вчера вернулся. 90% людей, которые ходят на заработки, все в Москву едут. Основное, ну так, едет в Италию, в Булгарию. А почему Россия? Потому что Россия и документы много не нужна. Понимаешь? А почему Европа? Вместе с Евросоюзом я очень надеюсь, что нам удастся перебороть вот эту коррупцию, которая душит сельское хозяйство. Были коррумпированы европейские чиновники, которые работали в Молдове. У нас есть достаточно доводов для того, чтобы иметь подобные подозрения в отношении бывшего представителя Евросоюза в Молдове, Гирка Шубеля, который откровенно пытался не замечать того, что происходит в Молдове. Тех коррупционных сделок, которые творились на его глазах, более того, которые творились с его позволением. Находящийся у власти альянс из либерально-демократических партий и правда сумел поставить рекорд под число громких коррупционных скандалов. Министр внутренних дел Алексей Ройбу и начальник пограничной службы Роман Ревенко были уволены с постов после обвинения в воровстве из европейского проекта модернизации румынско-молдавской границы. Министр транспорта Анатолий Шалару, член либеральной партии Молдовы, неоднократно подозревался в хищениях. Его выгнали после скандала с миллионами евро, выделенных ЕС на ремонт автомобильных дорог и модернизацию старых дизельных поездов. Этот человек, если он не воровал что-то, он не мог спать ночью. Серджио Макану, бывший советник президента Молдовы, оказался неудел и теперь сливает в интернет компромат на молдавскую политическую элиту. Самое громкое разоблачение Макану – царская охота в природном заповеднике Пайдурия-Думянске в прошлом году. Перед тем, как охотиться, они изрядно выпили эти свидетели. Никто их не знает, я не могу о них говорить публично и так далее. То есть эти люди рассказали, как после того, как Зубко, генеральный прокурор Республики Молдова тогдашний, когда выстрелил в Сарин-Апачу, он валялся на земле. То есть он был не в себя, потому что он не убивал каждый день людей. На той охоте на оленей убили человека. Охотники оказались людьми непростыми. Генеральный прокурор Молдовы Валерий Зубко, руководитель апелляционной палаты Илон Плешко, судьи, прокуроры рангом пониже, статусные полицейские, а также первые богачи из службы. Всего-то человек 30. Самые стивки молдавского истебрешмента. Зубко – это единственный, который под натиском общественного мнения был вынужден уйти. У этих людей, которые сегодня находятся у власти, у них, скажем так, все активы, весь их бизнес, они находятся в Молдове. То есть в Молдове у них, ну, скажем так, только офис. Именно поэтому они пользуются активно этими своими связями, в том числе с Румынией. Что бы вы думали, за праздник отмечается с таким размахом сейчас в центре Кишинева? Может быть, День города или День национальной конституции Молдовы? Ничего подобного. Это День Румынии. И это только фасадная верхняя часть айсберга в долгосрочной давней политике латентной румынизации Молдовы. В последние годы Бухарест особенно активно поддерживает националистические прорумынские движения в Молдове. Направо и налево раздавая молдаванам гражданство Румынии. У нас население 3,5 миллиона, и они уже получили полмиллиона. Через пару лет, когда уже, не знаю, половина страны будет румынское гражданство, о каком государстве Республики Молдова может быть речь, если все тут Румыния. Молдова, наверное, единственное государство в мире, в правительстве которого у половины министров паспорта другой страны. А из шестерых членов Конституционного суда, четверо во главе с его председателем Александром Тенаси, имеют двойное румыно-молдавское гражданство. У нас были переименованы все улицы в румынские названия, скажем так. У нас флаг, фактически, да, воспроизводит румынский, фактически. У нас название денежная единица, да, совпадало с румынским. Последним решением Конституционного суда Молдовы стало признание румынского языка государственным. За ними Москва, что отступать невозможно, нельзя. Войну и мир здесь пока еще изучают на языке Толстого. Новую инициативу молдавских властей педагоги уже ощущают на себе. Перевод русского языка из обязательного в факультативный. Похоже, это только вопрос времени. Даже сейчас тенденция к тому, что нас ограничивают в количестве часов. Тревога это есть, что мы останемся без работы. Наталья жалуется, что за последнюю неделю двое из ее учеников, не закончив выпускного класса, уехали из Молдовы в Россию. Идет борьба для того, чтобы вытеснять Россию с каждого сантиметра, занимаемой ею позицией. Поэтому в Европе не скупятся на деньги, на программы, на усилия определенные, для того, чтобы выдавливать Россию из этого региона. А в российское посольство очереди уже с самого раннего утра. Может действительно лучше в Евросоюзе работать, трудиться там условиями? Вам перечисляют гранты, кредиты. Не нам, им. Это кому им? Им, вот правительство, где там правительство, там по-моему находится. Вот им перечисляют, а не нам. Никто из нормального, ну простого населения Молдавии не видит этого. Сейчас опять идет зима, я каеку старики, и дети замерзать, все. Они поехали, поинтересовались, как подготовились к зиме люди или нет? Нет, никто не интересуется. Они встречают вот сейчас вот американских граждан великих. Им наплевать на свой народ. Поэтому все и бегут. Они встречали его как спасителя, охраняли от народа.